Игра доказала и самим игрокам, и всем, кто имел какие-то сомнения, что химик – это команда с сильным характером и способна преодолевать свои проблемы внутренние и сопротивление соперника. Спасибо за игру, спасибо, Володя, за тот запал, который был сегодня. Это очень откликнулось в зале, в сердцах болельщиков. И слушаем феру игрока, что ему было важным сегодня и что помогло. Спасибо за приятные слова. Поздравляю всех болельщиков Клуба с победой. По сегодняшней игре, наверное, нам эта игра была нужнее, нам нужно продолжать выиграть еще одну игру, чтобы со второго места стартовать в плей-офф. Естественно, мы настраивались на эту игру, как всегда дома настраивались, и это показало первые две четверти практически идентичный счет. Мы выиграли, хорошо начали бежать, легкие очки набирали и играли. Очень важно, что агрессивно и на своей половине, и на ихней. Это помогало нам и атаковать, и защищаться. В общем, единственный такой провал был в начале третьей четверти и где-то там в середине, и то потом мы благодаря удачным действиям Антипова и Прокопенко вновь возвращались в игру, то есть до того количества очков, которые мы выигрывали. Ну и четвертая четверть уже поймали кураж, как бы и просто бежали, играли с удовольствием. Такой комментарий. Поздравляю всех болельщиков. Было время подготовиться, хорошо разобрали, сыграли в первую очередь хорошую защиту, 68 очков, в принципе, против Черкасс. Это одна из самых забивающих команд у нас в лиге, да, и если мы вспомним ту игру, которая была там, и первая, и вторая игра, потому что да, две игры мы играли первого-второго круга там у них, то мы пропускали за первую половину, это был рекорд наш, 45 очков, да, то есть это слишком много для нашей команды, как бы, которая старается играть от защиты. Сегодня мы позволили им забить в первой половине 30 очков, две четверти по 15, как бы, неплохая защита. Но падение использовали свои преимущества, которые подготавливали. И нормальная игра, как бы, получилось по времени, да, тоже всем поиграть. И молодец Прокопенко, да, там, когда вот Вова сказал, да, третьей четверти попал в тоже важные два трехочковых броска, как бы, то есть все ребята молодцы, сражались, играли. Нам еще остается одна игра с Луцком дома. Вот, ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что, знаете, как понятно, что Луцк уже ни на что не претендует, ну или ребята приезжают, играют расслабленно, раскованно, поэтому нужно настраиваться, готовиться и потом уже готовиться к плей-оффу. Настраивались как на чемпиона и настраивались, никакой недооценки вообще не может быть, потому что у нас сейчас борьба идет за четвертое место, нам нужно выигрывать каждую игру, чтобы плей-офф иметь преимущество своего поля. Разбирали, готовились, но сегодня что-то пошло не так, с первых минут где-то спину не поставили, где-то легкие очки не забили, где-то мы там чуть потерялись, и в первой половине игра пошла не так, как мы договаривались. А в второй половине чуть более выровнялись, и потом опять пару ошибок, и они там сократили, по-моему, до 10 до 8 очков. Пару раз проиграли подбору, один на один, и все. То есть, наверное, психологически не справились с той агрессией, можно сказать, что Химик сегодня продемонстрировал, и было много проигрышей один на один. Ну, во-первых, сегодня играли, скажем так, две команды, ну, как показала игра, с разным уровнем, наверное, какой-то мотивацией, что ли. То есть, разговаривали, настраивались на эту игру, обсуждали о том, что не нужно. То есть, вот у нас сейчас для того, чтобы занять четвертое место, нам нужно выиграть из двух матчей один, да, то, что оставалось Южный и Николаев. Пытались достучаться до игроков в том, что не стоит оставлять это на последний матч, не стоит оставлять это на Николаев, нужно попытаться решать вопрос здесь и сегодня, потому что это баскетбол, и всякое может произойти. И когда теперь у нас, да, там от одной игры все зависит, это уже немножко больше давления. Но, к сожалению, видимо, где-то подсознательно этот момент все равно на игроках сказался, потому что мы сегодня были просто не похожи сами на себя, начиная от игры один на один в защите, просто один на один. Там в первой половине 84% Южный реализовал двухочковых бросков. То есть, это говорит о том, что каждый мяч атаковался, в принципе, без сопротивления. Вот, и заканчивая четкостью выполнения всех действий в нападении. Там включились во второй половине, после того, как в раздевалке поговорили, включились во второй половине, сократили два раза до 11 и до 8 очков, но каждый раз потом минутное расслабление, какое-то минутная потеря концентрации, Южный сразу же пользовался этим 5-6 безответных очков, и опять разница становилась, скажем так, недосягаемой. И вот эти вот 18 очков, которые проигрывали в первой половине, конечно, отыгрывать за 20 минут с такой командой, как Южный, это очень и очень тяжелая задача. Южный сегодня отыграл отлично, очень понравился настрой, очень понравилась игра у многих игроков, и поздравляю за сложную победу. Спасибо.